Всем привет! Меня зовут Элина, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я записываю своё первое видео, и вы не представляете, какой для меня это такой стресс, потому что я никогда этого не делала, и немного для меня волнительно. Ну, ничего страшного, вам более волнительно, потому что вам в этом году сдавать ЗНО. И мало того, что вы и так находитесь в стрессе, это вся подготовка, репетиторы, всё навалилось на вас просто в один год, кое-кто вынужден учить всё сначала. Плюс ещё и эпидемия коронавируса, и да, в школу ходить не нужно, но всё равно это такой стресс, это паника, это просто кошмар, и вам непросто, я знаю, потому что я сдавала ЗНО в прошлом году, и для меня это было очень большое испытание, которое я, слава богу, прошла. И именно в тот момент мне хотелось найти того человека, который мне расскажет, как он сдавал, какие там есть нюансы, нужно ли бояться, можно ли списать, нельзя списать, как списать, как это всё происходит, как происходит подготовка, что делать нужно, что не стоит, как вообще сам тест устроен, как он выглядит, хватает ли времени. Столько вопросов у меня было, и, к сожалению, не было того человека, который мне мог вот так вот прямо ответить, сказать, что да, я сдавал, и я знаю, как это. Вот вам повезло, потому что у вас этот человек есть, ну, если вы, конечно, меня нашли, я вам помогу. Я не только вам отвечу на ваши вопросы, которые у вас будут касательно ЗНО, но и подготовлю вас, вернее, помогу подготовиться, потому что я не суперкрутой какой-то репетитор, у меня нет какого-то диплома, но я человек, который сдавал ЗНО, и я знаю, что нужно сделать, чтобы не допустить банальных ошибок, потому что вы можете знать тему, но вы можете попасть в ловушку, которых там, поверьте, как много. У меня подруга, которая тоже сдавала ЗНО, она знала английский даже лучше, чем я, но она настолько вот волновалась и попала в эти ловушки, и действительно она допустила больше ошибок, чем я. И вот в чём секрет, нужно просто понимать структуру экзамена. Ну и, конечно, немного практики, немного, конечно, изучения, грамматику придётся учить, но основную часть баллов вы можете набрать не очень сильно, прям разбираясь в самом вот этом английском, в этой всей грамматике, в лексике, вам просто нужно понимать структуру экзамена. Ну и, конечно, мотивировать себя для того, чтобы практиковаться, потому что практика поможет всё только прорабатывая ЗНО, вы сможете быстрее и быстрее его написать, быстрее и качественнее. Это я вам могу сказать точно. Я прорабатывала пробные и непробные тесты ЗНО предыдущих годов, и мне это очень сильно помогло, но я знаю, как это сложно заставить себя сесть и каждый день прорабатывать хотя бы по одному тесту, писать эти сочинения, особенно если вы готовитесь сами. Кстати, напишите мне, готовитесь ли вы сами или с репетитором, особенно в данной ситуации с изоляцией, с коронавирусом. Вас перевели в онлайн или вы по-прежнему ходите к репетитору в масках, или как это у вас происходит. Напишите мне, правда, очень интересно. Так я закончила на том, что сложно подготовиться, особенно если вы готовитесь сами. Вот эта вот мотивация понять, что, как распределить своё время, как это всё запланировать, а сколько мне займёт проработать все эти тесты. Вам повезло, потому что вам об этом париться не нужно. Я уже обо всём попарилась, я уже всё написала, подготовка уже практически у меня закончена, я уже всё спланировала, тексты, задания. И с понедельника я стартую свой курс, в котором мы с вами будем прорабатывать ЗНО, в котором мы с вами будем готовиться к ЗНО, и на улучшение своих знаний. Я обещаю вам, что после этого курса вы напишите ЗНО намного лучше, чем вы бы написали его сейчас. Я сама буду с вами это всё проходить, скажем так, тряхну стариной, благо я занимаюсь английским на постоянной основе, поэтому для меня, я думаю, это не будет очень сложно. Мне просто хочется действительно вам помочь, вас поддержать, особенно сейчас, когда времени у меня уйма. Я могу практиковать свой английский и помочь плюс вам, потому что, знаете, вот эта вот атмосфера ЗНО, ох, как это страшно. Поэтому, ребят, до понедельника, встретимся с вами уже послезавтра. Надеюсь, вам понравилось это видео, и надеюсь, вас это заинтересовало. Так что всем пока, ждите понедельника. С вами была я, Элина, и удачи! У-у-у! У-у-у!